Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Свежий взгляд. Лидеры движения «Городские проекты» предложили свои идеи благоустройства набережной. Сильнее, выше, быстрее. День физкультурника в Анапе собрал многих поклонников здорового образа жизни. Кто возглавит жюри киношока? Новые подробности юбилейного фестиваля. Летняя смена для 530 детей из Татарстана закончилась. Для 96 из них это лето станет особенно памятным. И не только потому, что за два дня до окончания смены из-за возгорания в корпусе базы отдыха Витязева им пришлось расселиться в пионерские лагеря, олимпийцы и счастливое детство. Происшествие продемонстрировало, как в трудную минуту люди приходят на помощь друг другу, поэтому этой ночью на железнодорожном вокзале было очень шумно, эмоционально и по-детски непосредственно. Ребята выражали любовь и благодарность солнечному городу-курорту. Прощаюсь с Анапой. Ребята наперебой спешили поделиться впечатлениями о поездке в Дельфинарий, о новых вожатых, принявших их в незнакомых коллективах лагерей как родных. Мы не унывали. Вожаты старались нас всячески развлечь. Было очень весело. Особенно много говорили о подарках и сувенирах, полученных перед отъездом от совершенно незнакомых людей, о новой одежде. На счету новеньких телефонов у всех были зачислены деньги. Звонили родителям с удовольствием. Мы сказали, что все отлично. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Да, мы сказали, что все отлично. На Алене симпатичная футболка, новенькие джинсы, рюкзачок и кепка, и даже купальники у всех новенькие. Мы благодарны куководству в лагере. Они пошли даже на то, что девочек возили. Купальники они сами выбирали. На свой вкус, по размеру все. Все по размеру. Обык у нас у всех солидарно, одинаковые. Спортивки все по размеру. Была возможность поменять. Со всеми детьми работали психологи. Причем работа эта прошла очень деликатно. С нами работали в течение двух дней психологи. Детки, конечно, не понимали, что это было очень здорово. Мы еще больше сплотились, еще больше раскрылись, друг друга узнали. Те из погорельцев, кто утратил документы, благодаря сохраненным сканам их, получили все, как один, юридически заверенные справки для получения новых документов. Правительство обещало, что проблем не будет в кратчайшие сроки. Документы будут все восстановлены, потому что впереди 1 сентября. У нас уже есть дети-студенты, поэтому проблем не будет. Мы это надеемся и дверим. Любовь Кузьминична была старше. В 16 детей и запекаемых семей. Она и сама мама приемному ребенку. Вы видите, наши дети счастливы, наши дети веселые, они одеты, одеты неплохо, дали теплые вещи. Ну, первая необходимость была вся. Вещи первой необходимости. То есть гигиена личная, нижнее белье, сразу же, тут же. Потом нас одели в теплые вещи. Огромное, огромное спасибо всему Краснодарскому краю, простым людям, потому что я знаю, что принимали участие не только власти, но и просто жители. А правительству тем более огромное спасибо. Более 20 лет детвора из Татарстана приезжают в Анапу в течение всего лета. Такой инцидент в истории летнего отдыха впервые. Поймите правильно. Никто не застрахован от бытовых моментов, возгораний и все. Самое главное то, что, собственно говоря, и администрация, и лагеря, и наш весь педагогический состав, они проявили полную бдительность. Путешествие домой организовано в шикарных составах в каждом 2-3 вагона ресторана с трехразовым горячим питанием. Во всех составах полностью биотуалеты, у нас кондиционеры, были даже вагоны, которые и с телевидением были, вагоны полностью там. Поэтому дети в этом плане имеют полную безопасность. Еще несколько минут и состав отправится в двухдневное путешествие домой. Лето останется ярким и увлекательным воспоминанием. Расставаться грустно. Вожатые рады знакомства с хорошими ребятами. Девчонки рыдают, уезжать не хочется. Она посплотила, подружила, проявила щедрость, заботу и теплоту. В этом году анапские строители уже сдали порядка 300 тысяч квадратных метров жилья. По объемам строительства муниципалитет занимает второе место в крае. Это связано с его привлекательностью для переезда из других регионов. В юбилейный 60-й по счету День строителя лучших по итогам года отметили грамотами и благодарностями главы города. Хорошего настроения в профессиональный праздник. Городские власти называют строительство второй по значимости отраслью после сферы санаторно-курортных услуг. Каждое рабочее место в строительстве привлекает еще десяток работников из смежных отраслей. Один из локомотивов экономики в Анапе развил приличные темпы. За пять лет объемы жилья, возводимого в городе-курорте, увеличились в два с половиной раза. Во-первых, это детский курорт. Детский курорт. Он востребован всеми нашими россиянами. Прекрасное, красивое место. Прекрасные климатические условия. Понятно, что я для примера хочу сказать, что ежегодно прорастает порядка до 60 тысяч жителей в Анапском районе. То есть он быстрее будет. В зале каменщики, бетонщики, проектировщики, те, кто занимается благоустройством. Им вручают благодарственные письма и грамоты главы города-курорта. В своем поздравлении Сергей Сергеев отметил, что благодаря их труду город становится год от года все более привлекательным и комфортным. Это отмечают и гости. Сделаю комплимент городу, потому что я давно здесь не был. Воспоминания какие, что я здесь где бы ни ходил, везде было по колено и было не очень приятно. Но это было давно и веселых ребятах, и позже, когда я проиграл сольно. Но я здесь не был, повторяю, лет 8, может даже 10. Теперь понял, как город изменился. Я сегодня ехал по центральным улицам, давайте не будем говорить, что, может быть, по краям где-то остались какие-нибудь частные секторы, такие колубки, да, я их не видел. А то, что по центру пешеходные зоны, это все очень похоже на пресловутую Европу. То есть в хорошем смысле черепичные крыши, дома. По словам заместителя главы Владимира Забураева, сегодня главная задача поддержать жилищное строительство возведением социальных объектов. Так уже в следующем году планируется начать строить современную школу в третьем микрорайоне. Лидеры общественного движения «Городские проекты» Дмитрий Якушев и Алексей Карачинский имеют свой взгляд на то, как должна выглядеть центральная набережная города-курорта. Они готовы разработать современные эскизы будущей ее реконструкции. Выслушать молодых инициаторов предстоящей реконструкции городской набережной пригласила в свой кабинет первый заместитель главы города Анжелика Базунова. Сейчас мы говорим о реконструкции центральной части набережной, то есть центральной набережной. Мы ее должны в корне изменить, она должна быть вообще другая. Вот вообще. Она не должна быть такая, как она сейчас. Она будет вообще другая. Ну, в общем, благоустройство для спокойного отдыха. Да, именно для спокойного отдыха с детьми. Хорошо, давайте тогда, ну как скоро мы сможем получить съемку этого места? Ну, давайте мы, я думаю, что мы сейчас составим то, что листка, то, что нам нужно. Давайте, придете, мы вызовем архитектуру и в течение трех суток вам все дадут. Есть примерно предварительное представление о том, как это можно было бы проделать. Вот. Ну, это потребует определенного, ну, какого-то социального проектирования, да, то есть это будет включать в какие-то опросы, да, и, возможно, вовлечение, ну, каких-то местных, там, ремесленников, еще кого-то, да, то есть чтобы какую-то самобытность, которая в этом присутствует, можно было бы там каким-то образом проявить. До 1 октября, да, нам нужны эти предложения, их должно быть несколько, не вот зацикливаться на чем-то одном, а рассмотреть разные варианты. Потому что я уверена, вы правильно сказали, что нужно провести какой-то некий опрос населения, да, и очень многие люди, особенно местные, вы же не забывайте, в первую очередь мы должны опрашивать местное население, да. И местные очень многие будут, там, склоняться, например, там, к какому-то варианту, запросто может получиться так, что все местные люди будут сходиться в чем-то одном, вот что у них было когда-то, вот отложилось где-то, да, и вот они хотят, чтобы это было у нас здесь опять реализовано. Мы должны, вот вы видите, мы выходим на набережную, вот у нас палящее солнце, вот как бы зоной отдыха это не назовешь, мы просто проходим дальше и все. То есть там вот стоят лавочки, да, вдоль ограждений, ну вообще, представляете, сесть там в час дня на эту лавочку и смотреть на это море, не захочешь этого всего, потому что совершенно нет никакой тени, ничего. То есть у нас, как бы принципиально, что это должно быть очень много зелени и очень много цветов. Лидеры общественного движения «Городские проекты» сейчас выйдут на улицы города для разговора с анапчанами о судьбе набережной. Поддержите инициативу молодых, выскажите свое мнение, вносите предложения. Более 10 тысяч человек приняли участие в Дни физкультурника, который прошел в городе-курорте в минувшие выходные. Также уже традиционно Анапа стала площадкой для проведения краевого этапа открытого турнира по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Число его участника по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем на треть. Принять участие во всех спортивных состязаниях мог любой желающий. Организаторы просят пожалеть уличные кольца, не забивать сверху, пусть это эффектно и красиво. Все говорит о растущем уровне подготовки участников. Кроме того, их число увеличилось с 500 в прошлом году до примерно 700 в нынешнем. Многие приезжают уже не в первый раз. Мы большой играем, но решили попробоваться. Здесь мы уже приезжали, решили еще раз. Евгений из Челябинской области в Анапу приехал отдыхать с родителями. Говорит, что пока шли на море, увидел, как идет подготовка. И меньше чем за сутки через социальную сеть собрал команду из отдыхающих сверстников. Все друг друга в первый раз увидели, только на площадке, потому проиграли. Но в активе опыт и дополнительные впечатления. Во-первых, другой город ощущается. Это на улице стрельбол, уличный. Буквально там, где люди ходят, развлекаются, здесь же играют. Очень интересно. Одна из особенностей уличного баскетбола – его доступность. Одно кольцо вместо двух и любое твердое покрытие. Мероприятие проходило в День физкультурника. Всего в городе вместе с населенными пунктами работали порядка полусотни площадок, где можно было также прийти и поиграть в пляжный футбол, в волейбол, в бадминтон, в силовые упражнения, шахматы и дартс. Основной критерий – простота. Чтобы принять участие смог любой желающий. И доступность, чтобы потом опыт можно было повторить уже самостоятельно. Заниматься спортом можно везде и в любое время. Есть простые упражнения, есть различные виды спорта, которые не требуют больших материальных вложений, предположим. Здесь это все доступное, все продается, какие-то изначальные предметы для спорта, а не в магазинах. То есть это можно взять прыгалку, любую гантелью, прийти на спортивную площадку, где есть турник, попрыгать, позаниматься, потянуться. Это стимул к хорошему дню и хорошему настроению. Такие грамоты – материальное подтверждение. Их получили все. В первые же часы на турнир по настольному теннису записались около полусотни участников, а на общине и отдыхающие – примерно 50 на 50. Движение – это жизнь. И что, сидеть за рулем, как шахматный конь или дома у телевизора – неинтересно просто. Евгений Сазыкин пришел по объявлению в газете. Всего, по предварительным оценкам, в мероприятиях, которые проходили на полусотни площадках, в Анапе, а также в сельских населенных пунктах, приняли участие более 10 тысяч человек. Фестиваль «Киношок», который ежегодно проводится в Анапе, в 2016-м отмечает 25-летний юбилей. С 3 по 10 сентября лучшие режиссеры России и страны СНГ представят свои работы. Жюри конкурса в этом году возглавит народная артистка России Алла Демидова. Также в его состав вошли кинорежиссер Актан Абдекалыков, режиссер и сценарист Алена Звонцова, оператор Олег Мартынов и генеральный директор Московского международного кинофестиваля Наталья Семина и киновед Игорь Сукманов. Конкурсные фильмы «Киношок» будут демонстрироваться в кинозале «Пансионата Феи-2». На театральной площади ежедневно в 21.00 можно будет увидеть российские премьеры в рамках программы «Кино на площади». В киноцентре «Монитор» юный жюри оценит новейшие детские фильмы в рамках фестиваля «Киномалышок». В городском театре с 4 по 8 сентября в 15.00 будет начинаться прямой эфир, творческие встречи с актерами театра и кино, а в 15.30 – конкурсные показы телевизионно-художественных фильмов программы «ТВ-шок». Всеми любимые гостагаевские встречи соберут талантов и поклонников в казачьей станице 8 сентября в 11.00. Уважаемые жители и гости курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает, в связи со штормом и сильным донным течением купание на всех пляжах запрещено. Не подвергайте неоправданному риску своей жизни и здоровье. Усильте контроль за детьми. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи.